Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне нравится один мужчина, но он... Но... Но... Так называется вопрос, так называется текст. Вот, собственно. Он умный, рассудительный, всегда выслушает, поможет, без осуждения, поддержит. Причем эта поддержка не простая, а именно ненавязчива, ожидая от него заботу, постоянно интересуется мной. Инициатива исходит исключительно от него. В подобном отношении мужчина влюбляет в себя. Но есть огромная для меня проблема. Он закрыт. Я не могу его понять, не могу узнать его как человека, личность, потому что он закрывается от меня. Получается, я перед ним на распашку. Душевно я перед ним на голене, я всегда прямолиняю, в горысти и радости разделяю. Как-то попала в сложную финансовую ситуацию, были проблемы, он мне здорово помог финансово. Но он закрыт. Знаете, как черепаха. Существо спрошу о нем у него. Он ведет себя как черепаха. Чуть заводится разговор о нем, он молниеносно прячется в свой панцирь. В ответ он мне выдает шуточки, глупые шуточки. Поначалу я не обращал внимания на такое поведение, а я шутил в ответ. Но по прошествию времени меня такое поведение стало бесить и злить, напрягать. Посмотрите, я ничего о нем не знаю. Как мне общаться с ним дальше, как вытащить его из этого панциря, как реагировать, в моей душе дисгармония. Как правильно выстроить общение, отношения. В голове возникает куча мыслей, значит у него что-то есть, что можно скрывать, он мне не доверяет. И так далее. Я впервые сталкиваюсь с таким типом людей. А может я что-то упускал. Не понимаю. Может что подскажете. Задумываюсь даже о том, чтобы прекратить такое общение странное. По сути отношение у него ко мне как к другу. Оберегает и опекает. Я бы хотел из-за меня давать тепло, проявлять заботу, моя душа этого требует, но я натыкаюсь на стену, на непробиваемую стену. У нас возникают ссоры из-за недопонимания. Смотрите. Здесь ситуация следующая. Во-первых, мне кажется, что нам встречаются те люди, которые нам, в принципе, так или иначе нужны. То есть вам встретился человек, который, скажем так, в определенной плоскости вам подходит. Он дает вам опору, он дает вам защиту, он дает вам заботу, он дает вам помощь. Вероятно, это то, в чем вынуждается. Но то, что вы описываете, очень похоже на компенсацию. То есть это такие вот компенсационные отношения, где вы нуждаются в чем-то, нуждаются в определенном удовлетворении своих потребностей. Собственно говоря, это делаете. Но платите определенную же цену за то, что вы получаете. Я думаю, что речь идет о вашей тревожности в целом. И о том, что вы как-то вот в себе не уверены. Вы пишете про то, что человек влюбляет в себя таким отношением. Обратите внимание, влюбляет. То есть вы сами как будто бы не выбираете в него влюбиться. И говоря здесь, не выбираете влюбиться, я не имею в виду, что мы решаем, с кого нам влюбиться. Нет. Я говорю о том, что вы как будто бы здесь не в ответе за свои чувства. Вы как будто бы здесь не берете на себя ответственность за свои чувства. А вы описываете все так, как будто бы человек, относясь к вам определенным образом, да, вот, влюбляя вас в себя, в общем-то вам что-то должен получать. То есть получается как, что если он вас в себя влюбил, то он должен быть перед вами открыт. Но ведь по факту влюбляетесь вы. И ваши чувства это ваша ответственность. И человек вам ничего не должен. Он не должен перед вами открываться. Он не должен как бы перед вами раскрываться только потому, что вы раскрыты перед ним. Вот вы пишете, что я перед ним, да, как открытая книга. Я оголена, пишете вы. Вот, я всегда прямолинейно и разделяю как бы горести и радости. Верно. Но это ваш выбор. Это выбираете вы. А человек выбирает быть закрытым. Это его право. Это его выбор. И дело здесь, мне кажется, не в том, что он закрыт. А дело здесь в том, что вы сами из-за этого тревожитесь. Вы почему-то, я так думаю, что по причине вашего прошлого опыта, может быть, интерпретируете его закрытость как что-то. Вот вы говорите, что ему есть что скрывать, что он не доверяет и так далее. Но, наверное, все сводится к тому, что с вами что-то не так. Наверное, все сводится к тому, что вы чего-то боитесь. Наверное, все сводится к тому, что вы чувствуете себя неуверенно. Да? Что вот как бы, чтобы быть уверенной, вам нужно, чтобы он был открыт. Это в какой-то степени зависимость. Это в какой-то степени недоверие себе. Если человек себе доверяет, если я себе доверяю, то мне не особо важно открытого или закрытого. Я веду себя с вами так, как вы хотите. Вы говорите, что вам хочется проявлять к нему заботу, тепло и так далее. Ну так проявляйте. Проявляйте это тепло и заботу. Вам никто не мешает. Закрытость его здесь никак на это не влияет. Поэтому то, что мне бы хотелось сделать, это разграничить, развести две вещи. Первое. Вы можете считать с точки зрения своих ценностей, с точки зрения своей позиции, с точки зрения своих интересов, с точки зрения взглядов на свои отношения, что люди должны друг перед другом быть открытыми. Да? Вы можете так считать. Это ваше позиция и ваше право так думать. Но в таком случае этот человек вам не подходит. При всех его плюсах, при всем том, что он влюбляет вас в себя, он вам не подходит. Потому что он выбирает быть закрытым. Да? Вот. И с этой позиции, с этой точки зрения вам человек не подходит. Вы просто держите его на расстоянии. Общаясь, например, как друзья. В таком контексте, как я понял, не проблема, что он закрыт. Ну, опять же, в данном случае это мой домысл. Я не знаю. Вот. И дальше продолжаете, как бы, ну, условно говоря, искать мужчину для отношений. Такого, которое бы подходило под ваше представление об отношениях. Да? Вот. Здесь мы имеем следующее. Здесь мы имеем не то, чтобы скорее ваши позиции и ценности. А здесь мы имеем по факту именно даже не растерянность, о которой вы говорите, что я впервые встречаю такой тип людей, не знаю как реагировать и так далее. А здесь мы имеем скорее требование от человека раскрываться. Да, здесь мы имеем потребность в том, чтобы человек раскрылся для того, чтобы вы убедились, например, в том, что он ничего не скрывает и что он вам доверяет. То есть это попытка самоутверждения, попытка защиты, но через другого человека. И мне кажется, что это разные вещи. Ценности, ваша позиция, да, ваши интересы, ваши взгляды. Это одно. На это вы имеете полное право. И это вам нужно продвигать, но тогда этот человек вам не подходит. И мы имеем дело с решением лично вашей проблемы за счет другого человека. Да? Вот. Мы имеем дело с попыткой решить проблему своей тревожности за счет открытости другого человека. И мы имеем дело, по большому счету, с непринятием позиции и ценностей другого человека. Потому что насколько у вас могут быть ценности такими, про прямолинейность, открытость и прочее, настолько у другого человека могут быть ценности другие, про закрытость, про помощь и так далее. Вот. Поэтому это очень-очень разные вещи. То, что вы ссоритесь из-за этого, да, опять же, здесь вопрос вашей личной ответственности. Потому что не вы ссоритесь, а я выбираю ссориться с человеком. Для меня ссора это пока что единственный способ решить проблему моей тревожности. Да? То есть как-то вот вывести человека на эмоции. По большому счету это, ну, как бы истерическое поведение, истероидное поведение. Вот. То есть так я к себе вот привлекаю внимание и как бы вывожу человека на эмоции. Ну, мягко говоря, это деструктивный подход и так далее. Да? Вот. То есть мне кажется, что вам бы самой поработать над тем, чтобы тверже стоять на ногах в психологическом плане, чтобы быть увереннее в себе, чтобы больше полагаться на себя. Да? Вот. И уже из этого состояния решить для себя, подходит ли вам такой, такой человек. Потому что, может быть, он начнет открываться через два, три, три, четыре года. Через пять, шесть, семь и так далее. Или, а может быть, не начнет открываться никогда. А может быть, начнет открываться уже завтра. Но он это сделает тогда, когда захочет сам. Или не сделает. Когда этого, если этого не захочет. Понимаете? А вы как будто бы зависимы от него в данном случае. Как будто бы ваше состояние зависит в данном случае от него. Просто получается так, что вот человек ведет себя с вами определенным образом. Я здесь, может быть, повторю мысль, но мне хочется это сделать. Человек ведет себя по отношению к вам определенным образом. Вам это отношение нравится. Вот, вам оно импонирует. Вы чувствуете, что в отношении человека к вам вы влюбляетесь. И, как бы, у вас появляется ожидание на основе вот такого отношения к вам, что человек будет открываться. А человек не открывается. Все люди разные. Здесь ваши ожидания не оправдываются. Вы чувствуете, что все идет не так, как вы хотите. И начинаете испытывать страх, тревогу и так далее. Почему? Потому что перекладываете ответственность на человека. Вы говорите, ну вот сейчас он откроется и у нас все будет хорошо. Как бы, нет. Человек может не открыться. Человек постарается и имеет право быть закрыт. Вот. Поэтому, мне кажется, что первое, что нужно сделать, это уважать выбор человека, быть тем, кто он есть. И не мерить по себе людей. То есть, если вы прямолинейный, то это не значит, что другие люди будут прямолинейны. У всех свой опыт, у всех, как бы, свой характер сложившийся. И меняется этот характер тяжело, трудно, долго. Даже если человек хочет его изменить. Даже если речь идет о психотерапии, да, о помощи психолога в этом стране, это происходит долго. Вот. А если человек не видит в этом проблему, то тем более. Поэтому здесь, как бы, вопрос исключительно, вот, ваших ожиданий, вашего страха, вашей тревоги. То, что вы пытаетесь компенсировать за счет ссор. Кроме того, ссоры являются таким способом амбивалентно отнестись к близости. Что это значит? С одной стороны. Близости я хочу. И вы говорите, что я хочу близости. Да, я хочу, вот, там, эмоционально близости с человеком. Хочу, чтобы мне доверялось и так далее. Я хочу близости. Но вы не просто хотите близости. Вы хотите близости так, как это комфортно вам. Так, как это видите вы. При этом не учитывая интересы другого человека. Вот. А у другого человека могут быть другие представления о близости. Для него, например, близость это когда он просто общается с вами. Когда он просто находится с вами. Когда он просто ведет с вами непринужденную беседу. Для него это близость. Тогда как разговоры о нем это что-то вот травмирующее, что-то неприемлемое для него. Опять же может быть с позиции ценности, с позиции представления. Не обязательно может быть именно проблема. Если у человека все устраивает. Да. То как бы все в порядке. Чем отличается проблема от позиции. Тем, что при позиции. Человек осознает чего он хочет. И платит за это необходимую цену. И в общем то ему комфортно. При проблеме. Человек как правило хочет чего-то другого. Испытывает негативные чувства от того, что не получается. Вот. И соответственно. Так сказать. Хаотично, деструктивно пытается это компенсировать. Вот. Поэтому. Близости у всех разные. Вот. То есть с одной стороны близости вы хотите. И в ссоре в какой-то степени это проявляется. Но с другой стороны близости вы же избегаете. Потому что вы сами говорите. А вдруг у них кто-то скрывает. То есть вы где-то на подкорке понимаете. Что от близости может быть больно. И боли вы пытаетесь избежать. Пытаетесь как бы ну подтвердить. Что больно не будет. А отношения такая штука. Где боль так или иначе присутствует. Вот. Ну она присутствует так или иначе. Потому что когда люди сближаются. Даже если у них все хорошо. Все равно возникают. Это жизнь. И возникают какие-то недопонимания. Возникают какие-то конфликты. Возникают какие-то противоречия. Возникают какие-то обиды. Недоговоренности. И так далее. Вот. И соответственно. Боль это нормально. Но вы от нее вот всеми силами. Пытаетесь. Пытаетесь. Такое впечатление. Что. Избежал. Или. Или может быть. Доказать. Себе. Что. Вот. С вами. С вами что-то не так. И. Соответственно. Что. Там. Вы не достойны. Грубо говоря. Хорошего. Отношения. Там. Себе. И. Что. Вы не достойны доверия. И. Прочее. На мой взгляд. Ага. Если. Человек вам помогает. На мой взгляд. Если. Человек о вас заботится. На мой взгляд. Если. Человек вас поддерживает. То. Как минимум. Вы этого достойны. И. Вам бы это принять. Но. Из-за того. Что. Вы. Как будто бы. Сами себя обесцениваете. Вот здесь. В этих отношениях. Из-за того. Из-за того. Что. Как будто бы. Вы. Не принимаете позицию. Отличную. От своей. Вы. Как бы. В данном случае. Фрустрирует. И. Тревожитесь. Понимаете. Потому. Что. Вероятно. В какой-то момент. Вы. Остаетесь. Наедине. С собой. Со своими эмоциями. То есть. Вы чувствуете. Что. Есть только. Ваши эмоции. Есть только. Ваши чувства. Есть только. Ваше поведение. Ну. В определенный момент. И. Вам. Это. Вот. Как-то. Ну. Тяжело. Достаточно. Переносить. Вам. Хочется. Чтобы. Другой. Человек. Заполнил. Вот. Эту. Самую. Пустоту. А. Он этого не делает. Вам. Это. Тяжело. Тяжело. Вот. То есть. По большому счету. Это. Ну. Действительно. Наверное. Такой. Другой. Незнакомый. Тип. Отношений. для. Маркин. И. Это тип отношений. Где. Люди. Одинht hangers. Разными характерами. Взаимодействует. И. Человек. Кто то из них. В данном. Случае. Увы. Дальше. Испытывает. Негативные. Рекетные. Чувства. Вот. То. возникает сотрудничество. Что меня еще смущает? Есть вот такое расхожее мнение, что мы действительно влюбляемся в хорошее отношение к себе. Мне кажется, что при таком подходе мы влюбляемся не то, чтобы даже в отношение к себе, потому что мне кажется, что отношение к себе любить нельзя. Мне кажется, что мы влюбляемся таким образом в образ себя для другого человека. То есть вам нравится чувствовать себя определенный с этим человек. И вам кажется, что если он будет открыт, то ваш образ будет завершен. То есть вот образ такой, да, оберегаемый, которые помогают, которые заботятся, которые поддерживают, да, вот. И плюс еще вам доверяют это ДЭТП. Вам кажется, что ваш образ будет завершен. Так вот, меня смущает то, что вы влюбляетесь или уже влюбились в отношение к себе. То есть, как я уже сказал, в свой образ себя, человека. Но вы не любите как будто бы самого человека. Потому что сам человек – это вот он. Это его шуточки, которые вы почему-то обесцениваете и называете глупыми. Здесь уже идет некоторое такое вот непринятное, да, человек. Вот. Это его выборы. Это его поведение. Вы принимаете только то поведение, которое соответствует вашим представлениям. Которое, ну, хорошо укладывается в ваше видение мира. А искусство отношений, оно в том, чтобы принимать те стороны человека, которые в ваш мир, в ваше представление, в ваше восприятие мира не входят. И любовь – это как раз-таки принятие вот этих моментов. Если вы видите, что для человека это важно, то есть, если вы видите, что для человека важно быть закрытым от вас, да, что он этого не делает и так далее, то вы можете это принять и отнести с уважением, если вы чувствуете в себе такое. Или не принять и не относиться с уважением, если вы себе не чувствуете такого. Но и отношений тогда между вами, возможно, не будет. Понимаете? Вот. То есть, я бы как-то вот обратился бы здесь к тому, как именно вы относитесь к мужчине, да, к его вот сторонам. Что есть вот стороны позитивные, такие как его отношения к вам, есть стороны не очень позитивные для вас, такие как закрытый и так далее. И вот спросить, я могу это уважать и принять или нет? Не обесценивая, не пытаясь переделать, а именно вот с такой позиции. И вот в зависимости от ответа, в зависимости от того, что вы почувствуете, в зависимости от того, от человека, что вам интересен чем? Вот только тем, что, например, он вам помогает, поддерживает вас, и т.д. и т.п. И тем, что он закрыт, то есть это загадка, которую надо разгадать. Или он вам интересен просто такой, какой он есть. Это очень важный момент. Ну и последнее. Последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Это то, что вы говорите, моя душа требует отдавать теплую заботу. Я не знаю, может быть вы сформулировали так. Может быть вы имели ввиду немножко другое. Но это просто оборот. Но то, как вы это сформулировали, а единственное, что пока у меня есть, это ваш текст, это ваши слова. Так вот, то, как вы сформулировали, это для меня звучит следующим образом. Моя душа, то есть что-то во мне, требует отдавать тепло и проявлять заботу, но только при условии, если человек будет открыт. Да? То есть как это звучит? Я должна заботиться и проявлять теплоту, но для этого ты должен мне открыться. И поскольку я должна проявлять тепло и заботу, а проявлять тепло и заботу я должна не так, как ты хочешь, не так, как ты можешь принять, а так, как я хочу, так, как мне это видится, то ты должен открыться. Понимаете, да? То есть здесь опять похоже на решение вашего же конфликта. То есть а что если, ну, если не проявлять тепло, не проявлять заботу? Или проявлять ее так, как человеку удобно на данном этапе отношений? Как тогда? Понимаете? То есть вот любой элемент требования в отношениях, он как-то вот отдает насилие, да? Он отдает заставлением себя, ломанием себя, если угодно. И это тоже накладывает определенный отпечаток на то, что, ну, между вами происходит. Потому что, чтобы отдавать тепло и чтобы заботиться, не нужно человеку открываться. Вы можете делать это абсолютно просто так. Но, опять же, это если вы делаете что-то конкретно для человека, а не пытаетесь быть той, кем вы требуете от себя быть в отношениях. Или не требуете самоутвердиться от себя за счет тех же отношений. Понимаете? Как-то так. Как-то так. Нет ничего плохого в том, что вы оказались в трудных ситуациях. И нет ничего плохого в том, что вы приняли помощь человеку. Но вместе со всем, что вы описали, я могу предположить, что именно с личной ответственностью за себя, это ничего общего с долгом, с требованиями к себе не имею. У вас есть определенная сложность. Потому что и ссор. Потому что и то, что вы пытаетесь его понять. И вам как будто бы мало того, как он к вам относится. Хотя вы сами говорите, что в отношении же его к себе вы влюбляетесь. Вам этого всего как будто бы мало. То есть здесь есть противоречие. И противоречие возникает как раз таки в силу того, что вы не берете ответственность на себя за то, а как же мне-то себя вести, что же мне-то делать. У меня-то какая позиция? Почему я, как бы, занимаюсь не продвижением или формированием своей позиции, а занимаюсь тем, что пытаюсь переделать, фактически перевоспитать другого человека. Ведь на это тратятся огромнейшие ресурсы. И, к сожалению, как правило, в пустоту. Поэтому какая-то вот такая здесь история. Я думаю, что в рамках того, что вы описываете, можно сказать, что ваше ощущение заботы это тоже ничего-то, что вам не достает. Хотя и не факт. Хотя и в данном случае не факт. И обратите внимание, вы говорите, есть огромная для меня проблема в том, что он закрыт. Но так раз это ваша проблема, то эту проблему и решать только вам. Это не проблема другого человека. Вот. То есть, опять же, здесь как бы вы перекладываете ответственность на него за то, что у вас есть такая вот проблема. Это то же самое, как если бы вот вы приходите в магазин, а вам продавец говорит, вот килограмм яблок, да, там стоит, там, не знаю, там не 200, не 250 рублей, а 300 тысяч рублей. И вы его спрашиваете, а почему так, почему так дорого? Он говорит, ну, вот, как бы, у меня издержки, вот, и, как бы, вы должны эти издержки покрыть. Вы спрашиваете, такая, в случае, а это здесь при чем? Он говорит, ну, как при чем? Вот при чем? Ты пришла покупать, вот покупай за такие деньги. Понимаете? Странно? Странно. Но это вы и делаете по отношению к... к мужчине. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.